Всем привет! Московский Центр Патриот Спорт предлагает вам подготовиться к сдаче комплекса ГТО. Пробуйте, тренируйтесь и у вас все получится! Мотив. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Выполняется из исходного положения стоя на гимнастической скамье. Ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см. При выполнении испытания по команде судьи участник выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение двух секунд. Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается. Сгибание ног в коленях, фиксация результата пальцами одной руки, отсутствие фиксации результата в течение двух секунд. Подводящее упражнение. Ноги на ширине плеч, стопы параллельны друг к другу, колени выпрямлены, руки в замок. Делаем наклоны, стараемся максимально дальше произвести наклон. Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, стопы параллельны, колени прямые. Наклоняемся к каждой ноге и стараемся с животом коснуться бедра. Следующее упражнение. Исходное положение. Сидя на полу, колени прижаты, спина прямая. Упражнение складочка. Наклоняемся и пытаемся максимально сложиться. Прыжки со скакалкой развивают выносливость, укрепляют сердечно-посудистую и дыхательную систему, развивают прыгучесть, укрепляют мышцы ног, улучшают координацию движения. Также позволяют заниматься в разных условиях. 15 минут прыжков на скакалке заменяют 30 минут бега трубцой. Выполняются прыжки в спортивной обуви. Перед упражнениями нужно разогреть тело с помощью разминки. Прыжки со скакалкой могут быть самыми разнообразными. Самые простые двумя ногами. Можно также приземляться поочередно. То на одну, то на другую ногу. Можно прыгать на одной ноге. Скакалку можно крутить не только вперед, но и назад. Более подготовленным к физическим нагрузкам рекомендовано выполнять и так называемые двойные прыжки. При том, что скакалка дважды прокручивается под ногами, пока вы совершаете максимально высокий прыжок. Кому удалось это упражнение, можно попробовать еще один вид прыжка с перекрещиванием скакалки. Для этого вы должны выполнить сначала простой прыжок, а затем сразу же встрести в руки и перепрыгивайте через петлю скакалки предельно. Этот вид прыжка очень полезен тем, что его выполнение участвует все группы мышц. Упражнения можно чередовать. Вставляю свои элементы. Увеличивать или уменьшать постарение. Уделять большое внимание тому или иному упражнению. Учтите, что резко останавливаться нельзя. В конце занятий переходите на ходьбу. Чтобы набраться выносливости, увеличивайте нагрузку постепенно.